Сегодня я хотел бы почтить память его, одного из своих очков, и выдающегося Владимира Борисовича Смолова, за скатерами цветной техники Львградского лесопехнического имена, за сложные деятели науки техники, участника двух войн, ордена Нойска, почетного гражданина Санкт-Петербурга. И в память о нем я небольшую лекцию прочту об определении погрешностей аналогов, аналогов цифровых и цифровых вычислительных устройств. Данные устройства предназначены для преобразования информации от датчиков управляемого процесса и на исполнительный механизм. То есть сигналы от датчиков, подходные сигналы от датчика, поступают в измерительную цифру устройства, там преобразуется и на выходе получается сигналы управления. Сигналы управления процессом. В химическом производстве это различные вентили, расходы, интердиалов, напряжения, токи и другие величины. При управлении движущимися объектами это соответствуются рулевые механизмы, и исполнительные механизмы, регулирующие скорость движущихся объектами. В общем случае измерительного числа устройства можно представить из-за четырех полик, на входе которого имеются сигналы x1, xn, а на выходе сигналы y1, yn. Трансформированная погрешность данного преобразователя в общем виде определяется через полный дифференциал передаточных кульций этого устройства. Соответственно отчисляется и относительная погрешность в процессе. Что такое принципиальная погрешность? Поясню принципиальную погрешность на простой стиле. Пусть имеется допустим синус или косинусный преобразователь, на входе которого имеется сигнал x, а на выходе сигнал y. Но этот преобразователь выполнен не идеально, а он с помощью приближенной мостовой схемы, например, выполнен. Вот представленный справа. И на выходе его сигнал имеет форму немножко отличную от синусойя, поскольку используется, схема использует первые два члена разложения в ряд. А оставшиеся члены разложения синусы в косинусе приатонии как раз и образуют принципиальную погрешность методическую. То есть это погрешность метода воспроизведения данной функции. Чем точнее мы реализуем эту функцию, тем эта погрешность естественно будет меньше. Что такое инструментальная погрешность? Тоже на примере той же мостовой схемы поясню третья инструментальная погрешность. Если у нас сопротивление мостовой схемы выполнено с определенными допусками, дельта-р, то на выходе мы получаем ошибку дельта-инструментальная, и вот эта инструментальная погрешность определяется целиком с неточностью изготовления элементов преобразователя. Случайная погрешность, четвертый вид погрешности. Здесь надо учитывать, что сигнал на вход преобразователя приходит, в общем-то, с разбросом, определяемым распределением этой случайной величины, которая имеет тематические ожидания и среднее федератическое отклонение сигма-икс. На выходе получается сигнал Y, но с отклонением в общем случае другим. Даже форма распределения может быть и отличаться от нормального. Ну, собственно, как на ходе, так и на выходе. Вот, случайность колебаний в кодной величине случайные могут определять это случайность и погрешность преобразователя. Погрешность дискредизации для цифровых и цифроаналогов устроенных аналогов и цифровых следует учитывать. Это дискрет цифрового кода, связанный с ограниченностью цифрового, разрядной секты цифрового кода, дельта Y. Соответственно, получается, на выходе трансформируется эта цифровая погрешность с дельтой Y дискредизацией. Промысел. Чаще бывает из-за внешних помех. здесь следует учитывать то, что на входе сигналы всегда идут со случайными помехами и посторонними, которые в этом же диапазоне работают, в котором работает преобразователь. поэтому для устранения всяких промахов и переколебаний сигналов выходных необходимо использовать ту схему, которую в одной из предыдущих лекций я приводил. Это схема для измерения давления химических реакторов, в оболочках химических реакторов. В предыдущей лекции была приведена эта схема, она позволяет устранить такие пробушки и помехи случайные, наводимые на измерительные устройства. По такому же принципу, как построена эта схема измерения давления, следует строить также схему измерения температуры, влажность и так далее, и так далее, дистанционной схемы. Если сигнал передается по кабелям и на большое расстояние, тогда помехи не будут влиять на преобразование информации. Вот таким образом общие погрешности у нас какие бывают, еще раз повторюсь, детерминированные и случайные. Детерминированные мы оцениваем аналитически в виде определенных выражений и можем подсчитать. Случайно мы тоже можем подсчитать с учетом статистического распределения этих сигналов. инструментальные погрешности которые тоже в детерминированные входят они тоже определяются могут быть определены аналитически. Вот таким образом в основном то сегодня среди специалистов когда на практике еще не встречаешься представители даже измерительных лабораторий измеренцев мало кто учитывает и знает эту теорию погрешности и учитывает в своей практике. поэтому вот студентам и аспирантам следует при разработке всяких преобразователей оценивать эти виды погрешностей и суммарные погрешности так квадратные корни суммы квадратных этих всех погрешностей тоже начислять общие погрешности суммарные. Это необходимо делать и для дипломных работ и в диссертации ну кроме того это раньше ГОСТа требовали чтобы указывались погрешности даже простейших преобразователей хотя иногда даже простейший преобразователь требует стокулезной работы по вычислению этих погрешностей иногда представляют собой это непростые математические задачи которая даже может быть решена с помощью вычислительных методов вычислительных методов вот вот такое сообщение спасибо большое за внимание до свидания «мне» «мне» до свидания» «вертый» «мне» «мне»